А сейчас речь пойдет о жизни студенческой в Тверском госуниверситете. Жизнь обучающегося в этом вузе связана не только с лекциями, но и с развитием талантов и способностей. О том, каким образом преподаватели помогают молодым людям проявить себя в любом деле, расскажет наш корреспондент. Тверской государственный университет — это уникальный вуз, известный своей научной, инновационной, социально-культурной деятельностью, где особое внимание уделяется внеучебной работе. Наш университет предоставляет все возможности для развития творческих способностей для наших студентов. Для того, чтобы внеучебная работа развивалась, нужны пространства, в том числе не только мудрые, опытные, энергичные наставники, которых у нас очень много. В частности, на юридическом факультете Тверского госуниверситета местом единения студентов и преподавателей считается студактив — новая аудитория, где студенты обсуждают свои проекты. Мы можем прийти все вместе в наш кабинет 226-й, называется он «Студактив». Приходим туда, наконец-таки обсуждаем все возможные совместные проекты, да и просто наслаждаемся прекрасным настроением. Наша студенческая жизнь очень активная. На нашем факультете действует 8 студенческих объединений. Это, на самом деле, наверное, такое рекордное количество. Наряду с творческими, волонтерскими и спортивными образуются новые объединения, отражающие специфику обучения студентов именно на юридическом факультете. Учеба в ТВГ дает огромные, просто очень обширные возможности, потому что мы можем не только получать качественное образование, юридическое, но и развивать себя во всех остальных сферах. У нас есть студенческий совет, в котором мы являемся своеобразным мостиком между преподавателями и студентами. То есть по любому вопросу к нам могут обратиться. Помимо того, мы можем рассматривать обращения студентов и как раз заниматься им совместно с другими объединениями. Активисты вуза признаются, что стараются использовать все возможности, чтобы проявить себя, реализовать таланты и запомнить студенческие годы, как одни из самых лучших.